На телеканале Рыбака Омск новости в студии Мария Васькова. Здравствуйте, смотрите сегодня. Разгоняемся. Для автолюбителей повысят скоростной лимит. Неиспользуемая возвращается. Вице-премьер Виталий Мутко потребовал изымать у региона федеральные земли, которые им были переданы для решения проблем обманутых дульщиков, если эти участки не применяются по назначению. Об этом чиновник заявил на селекторном совещании с губернаторами. Напомню, что в федеральном центре по просьбе регионов начали бесплатно отдавать землю для строительства жилья обманутым дульщикам. Однако, по мнению аналитиков, уже наблюдается тенденция. Многие участки, переданные субъектом, простаивают. В Омске работа по выделению федеральных земель для возведения домов обманутым дульщикам только началась. И по мнению председателя союза участников долевого и боевого строительства Илоны Сапожниковы, вряд ли полученным участкам не найдут должного применения. Слишком много в регионе проблемных недостроев. В данной ситуации, учитывая финансовую составляющую бюджета Омской области, я так думаю, что все меры будут хороши, для того, чтобы все-таки эта проблема решалась. На данный момент формируются земельные участки, которые передаются в собственность Омской области, для того, чтобы именно они были переданы в качестве периференционных, без торговых, без аукциона, в рамках закона Омской области. Именно для того, чтобы этими земельными участками заинтересовать потенциальных застройщиков, которые могли бы действительно оказать помощь в постройке домов для обманутой категории граждан. И еще одна новость о долевом строительстве. Дедлайн остается прежним. Застройщики перейдут на эскроу-счета уже с 1 июля. Минстроя проверк сообщение о том, что новая модель финансирования заработает только осенью. Напомню, что меньше чем через месяц строительные компании лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан будут храниться на эскроу-счетах, а застройщики смогут их получить только после ввода объекта в эксплуатацию. Финансировать же стройки предлагается с помощью банковских кредитов. Россияне идут на промо-рекорд. Более половины потребителей покупают товары только по акциям, сообщают социологи. И это исторический максимум. Главная причина – падение реальных доходов населения. Этот показатель рухнул, по данным Росстата, почти на 3% только за первый квартал этого года. Чтобы свести концы с концами, потребители меняют свое поведение. Не спешат покупать товар здесь и сейчас, понимая, что рано или поздно торговые сети предложат его со скидкой. И магазины на это идут. По словам ритейлеров, иногда доля промо достигает 70% от всего ассортимента. Пострадать от этого в будущем могут сами же покупатели. Снижая цены, производители вынуждены жертвовать качеством товара. В некоторых торговых сетях уже задумались о том, чтобы ограничить промо-активность. Впрочем, совсем отказаться от акции у ритейлеров вряд ли получится. Сделать это участники рынка могут только синхронно. А для такого шага предпосылов пока нет, уверены эксперты. По мнению социологов, потребление в современном мире стало не просто способом удовлетворения потребностей, а формой самовыражения. Торговые сети изменили человека. Специалисты Центра социального проектирования платформы провели исследование потребительской активности россиян и пришли к выводу. Несмотря на то, что цены в магазинах растут, а реальные доходы населения падают, большинство покупателей не готовы отказываться от сервиса качества и комфорта. Те, у кого денег на красивую жизнь не хватает, берут кредиты. И даже не всегда на крупные покупки. Недавно одна из столичных сетей запустила карту рассрочки на еду. Чем грозит пиро на весь мир и кто такие бедные гедонисты, разбирались мои коллеги. Так, питьевой йогурт обязательно. Полезная штука. О, новинка. На продуктах Алена Чернякова никогда не экономит. Ходит только в гипермаркеты, где большой ассортимент товаров и каждый раз оставляет там порядка трех тысяч рублей. Несмотря на то, что цены в последнее время заметно выросли, отказываться от подорожавшей сырокопченой колбасы она не готова. Признается, лучше обойтись без нового свитера или пары туфель. Я не смотрю на цену. Ну вот что нравится, допустим, бекон, грудинка нравится. Краковская колбаса, ну, московская, тоже так иногда балуем себя. Баловать себя и не экономить – это сейчас один из трендов. Даже на фоне снижения покупательной способности россиян, говорят опросы в ЦИОМа. Выбирая ту или иную торговую сеть, только 14% респондентов в качестве мотивации указали на низкие цены. Почти же 60% опрошенных признались. Смотрят в первую очередь на наличие широкого ассортимента. Таких покупателей аналитики прозвали бедными гедонистами. И они не просто не готовы или не умеют затягивать пояса, объясняет директор исследовательского центра платформы Алексей Фирсов. Потребление в современном мире стало разновидностью развлечения, и не все готовы себе в этом отказывать. Люди потребляют уже не потому, что им надо насытиться, обязательно надо насытиться, а потому что поиск каких-то вкусовых ощущений, поиск каких-то интерьеров, которых они употребляют, эксперименты, составление этой домашней корзины, да, вот это как бы разнообразие определенное, игра со своим холодильником, чего вы наполните и так далее. Все это осталось формировать новый тип потребителя. Психологи объясняют, за последние годы люди привыкли меньше смотреть в кошелек и покупают по инерции, несмотря на то, что доходы снижаются. К тому же многие мало думают о последствиях, уверены, что завтра будет все-таки лучше, чем вчера. Но это, уверен Дмитрий Четверяков, только верхушка айсберга. Причины явления лежат намного глубже. В философии неограниченное потребление в современном мире стало не просто формой социальной активности, способом самовыражения человека. Вообще я считаю, что вся современная экономика держится на статусе. Да, я не могу себе позволить, не знаю, какую-то там навороченную машину, но я могу же взять ее в кредит, да, и переплачивать за это. Пусть мои доходы не увеличатся, пусть мои доходы уменьшатся, но это же будет потом. Ну, сегодня-то я приду в крутой автосалон, меня с ног до головы оближут, скажешь, какой классный, садись на новую машину. Все, я подниму свой статус. Я проеду перед окнами соседа, и пусть он завидует, хотя, может, у соседа и лучшая машина, или это вас абсолютно не интересует. Я подниму свою самооценку. Впрочем, психологи уверяют, появление бедных гедонистов – это всего лишь микротренд. Большинство же покупателей, особенно старшего возраста, все-таки склонны тратить деньги рационально. Так как я лапшу делаю сама, домашнюю, из домашних яиц, вот всегда беру такой наборчик. Ну, конечно, это очень дешево, но на супчик, на домашний, очень прекрасно. Суповой набор не хуже курицы, а фрукты и овощи дешевле покупать на рынке. Секреты экономии от Ольги Куценко. Перед походом в магазин она мониторит цены и обязательно составляет список продуктов. По-другому, признается женщина, нельзя. Жить на широкую ногу зарплата соцработника не позволяет. Наверное, нам легче, нашему поколению легче от того, что мы все-таки пережили 90-е годы, и в связи с этим мы тогда уже научились экономить. Это очень печально. Хочется иногда просто пойти и на широкую ногу все купить. Но пенсии наши и зарплаты нам этого не позволяют. То, что большинство омичей все-таки приходится экономить, подтверждают ритейлеры. Потребители стали меньше ездить в гипермаркеты, идут в магазины у дома. Это первый тренд, рассказывает Виктор Шкуренко. Второй. Покупать стали товары в меньшей упаковке. Делать запасы многим не по карману. И третья. Самая главная тенденция. Россияне целенаправленно ищут скидки и акции. Потребитель хочет сейчас, вот мы считали, специалисты нашей сети считали, что он хочет за 250 рублей приблизительно купить 7 позиций, 7 СКЮ. Вот это вот такая стандартная покупка. Вот 250 мы делим на 7, получается что-то вроде 40 рублей получается. Вот средняя позиция должна стоить 40 рублей, не более. Доля акционных товаров в общем объеме продаж уже превысила 50%. И это считает Виктор Шкуренко главный вызов для современных торговых сетей. Издержки растут, качество обслуживания снижается. Потребительский пессимизм обходится все дороже. И появление бедных гедонистов в данной ситуации в какой-то степени даже спасение. В масштабах микроэкономики, разумеется. Потребление это стимул, который заставляет людей больше зарабатывать, а торговлю развиваться. Но есть и другая сторона медали. Уровень закредитованности населения с каждым годом растет. И по данным Всемирного банка, больше половины россиян испытывают трудности с погашением займов. И пока доходы населения не начнут расти, люди будут продолжать тратить деньги, которых у них нет. Между тем, социологи отмечают, сумма, которую в среднем житель России оставляет в магазине за один поход, снижается уже второй месяц подряд. В мае средний чек россиянина потерял 4 рубля и остановился на отметке 553 рубля. За счет чего произошло снижение? За счет падения цены или все-таки из-за падения доходов? И как следствие, экономии ученые, проводившие исследования, не уточняют. Впрочем, снижение произошло не везде. В ряде федеральных округов итоговый ценник наоборот вырос. Но жителям Сибири повезло. Несмотря на небольшое падение относительно среднероссийского показателя, сибиряки тратят в магазинах меньше всех, оставляя за один поход на кассе 465 рублей. Полтора раза меньше, чем москвичи или жители Санкт-Петербурга. Но опять же непонятно, то ли цены в наших магазинах ниже, то ли тратить просто нечего. Результаты другого исследования, но уже не экономического, а экологического, от специалистов Центра платформы обсуждали за круглым столом крупные промышленники, представители бизнеса, общественники и чиновники. И у них результаты работы аналитиков тоже вызвали немало вопросов. Один из главных – почему жители региона и власть на одну и ту же ситуацию смотрят по-разному. Для того, что для граждан выглядит как экологическая катастрофа, чиновникам кажется сущим пустяком. Федеральные эксперты заявили, что виной всему стереотипы окоррумпированности и корысти чиновников и желание поддерживать экологические реформы собственным кошельком и несовпадение расставленных акцентов. Иначе говоря, пока власти в случае с Омском пытаются найти решение проблемы с так называемыми управляемыми центрами вроде вредных выбросов из заводских труб, а мечи требуют разобраться со слабоуправляемыми факторами вроде мусорной реформы. Беда в том, отмечают эксперты, что власти населения региона идут к одной цели и даже говорят об одних и тех же вещах, но разными словами. И оттого друг друга не понимают. В результате, если компромисс так и не будет найден, недовольство экологическими проблемами может привести к социальному взрыву. Так, например, было в Екатеринбурге, когда протесты против уничтожения зеленой зоны сквера переросли в социально-политическую плоскость. Переписыванием письм друг к другу или каких-то высказываний или выкриков в прессу не найдешь решение. Только совместно, обсуждая нормально, конструктивно, можно выработать решение, потому что в самом деле и предприятия, и чиновники, и люди, и эксперты, они на самом деле хотят одного и того же, чтобы Омск жил, чтобы мы не болели, и чтобы экология была благоприятная. Другое дело, что вот этого взаимопонимания, что мы друг другу друзья, а не враги, его как-то часто не бывает. Вообще, в ходе дискуссии федеральные эксперты встали на сторону чиновников и не в первый раз заявили, что ситуация в Омске области нормализовалась. Предприятие сокращает количество вредных выбросов ударными темпами, и мусорные проблемы вполне решаемы. А в списке самых грязных городов России, которые в майских указах упомянул президент Владимир Путин, наш город и вовсе оказался по чистой случайности. Так что мечам, если сравнивать их с жителями других промышленных центров, на экологическую обстановку жаловаться практически грешно. Разговор об экологии продолжим с гендиректором Центра социального проектирования платформы Алексеем Фирсовым. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть вас в нашей студии. Ваше исследование экосистемы Омска предваряет хэштег «С небес на землю». Что вы под ним подразумеваете? Немножко тогда получилось высокопарно, может и хорошо. Но имеется в виду такая вещь, экология – это очень комплексное широкое понятие. И там часто происходит смещение некого фокуса внимания, фокуса интереса. Одно время больше акцент делался на выбросы в атмосферу, на загрязнение атмосферы. Это был основной такой мотив, и это небо, ощущение воздуха. Но последние годы очень активная тема мусорной проблемы, решение проблемы мусора в разных регионах. Именно здесь фокусируется достаточно сильная такая вот социальная активность, вплоть до протестной. Не в Омске, допустим, но очень яркий пример Архангельской области, Шиеса, и других городов тоже. То есть в значительной степени интерес сместился именно к решению как раз вот этих задач. Второй момент – это явный тренд на смещение основной доли загрязнения в область транспорта, автомобильного транспорта. Так или иначе, объективно предприятия, которые выбрасывали в воздух, высоко в воздух, из труб своих и так далее, они проводят модернизацию, особенно крупные. Там динамика более-менее благоприятная просто потому, что заводы так или иначе обновляются, ставится новое оборудование, и здесь уровень загрязнения становится меньше. А вот транспортная проблема, проблема городской застройки, точечной застройки, вырубки насаждений, то вот того, что происходит на земле непосредственно, вот она усиливается, и, наверное, именно в этой области будут основные экологические вызовы какой-то обозримой перспективы. А видят ли Амичи расширение экологической повестки, в том числе переход загрязнителей из промышленной сферы в автомобильный, по вашим наблюдениям, какие именно проблемы сами горожане выделяют? Мусорное очевидно, да, об этом много пишется, и мы тоже смотрели мониторинги и видели, насколько здесь активно идет обсуждение этой темы. Она, к счастью, пока не вылилась, еще раз говорю, в некий протестный потенциал, но так или иначе это затрагивает. А в отношении автомобилей ситуация достаточно сложная. Вообще даже нет нормальной системы мониторинга, которая указывала бы долю автомобильных выбросов в общем экологическом загрязнении. Мы получали здесь в регионе цифры, которые говорили о том, что доля нестационарных источников, то есть именно в первую очередь автомобилей, в общем массиве загрязнения составляет что-то в районе 35-36%. А в Москве, в Московском университете, который занимается, как раз там, кафедра географии, экономической географии, которая занимается в том числе отслеживанием экологической ситуации в стране и составлением экологических карт регионов, нам говорили, что цифра уже перешла за 50%. Получается, что вот такой очень серьезный разброс. Мы даже не очень понимаем, какая доля транспорта в общей ситуации в Омске. Эксперты Омска, относительно независимые эксперты, которые со стороны оценивают ситуацию, они также говорят, что хорошей статистики по транспорту нет, и, по крайней мере, вдоль магистрали превышение ПДК очень существенное. Отсюда первая проблема – это мониторинга. Но в чем все согласны, независимо от споря цифры и так далее, доля транспорта начинает возрастать. И несмотря на то, что качество топлива, в принципе, улучшается, за счет хорошего завода, который здесь есть, наверное, лучшего в России, тем не менее интенсивность транспортной загрузки, тем более, что не все машины омские, здесь и транзитные проходят пути. Это очень серьезный фактор. И если думать серьезно об экологической политике, то здесь большой объем усилий нужно направить именно на городскую среду, управление транспортными потоками, управление застройкой и так далее. У нас же акцент, как вы уже заметили, делается в основном на промышленные предприятия, поэтому некоторые экологи не очень верят, что к 2021 году мы сможем, точнее верят, что мы сможем уменьшить количество выбросов на 25%, но не верят, что это заметят горожане. А как считаете вы? Вообще, вот мы проводили целый ряд фокус-групп, это таких вот фокусированных интервью с коллективами людей, которых собирались специально, обсуждали с ними экологические темы. Я бы не сказал, что для них ситуация не меняется. Она противоречива. То есть для них есть ряд раздражающих факторов, связанных, в первую очередь, с озеленением города, с вырубками или мусорной темой. Но в целом они говорят, что все же, если вспоминать ситуацию, которая была в 2012 году, в 2013 и так далее, мы все-таки чувствуем, что выбросов стало меньше, запахов стало меньше, то есть какая-то работа здесь все-таки проведена. То есть я бы так сказал, что умеренный пессимизм сохраняется, но есть часть людей, которые все-таки фиксируют определенные улучшения. Возвращаясь к вашему вопросу, с промышленностью работать в плане регулирования удобно, потому что это крупные предприятия, в Омске много крупных предприятий, там есть понятные люди, которые отвечают за производство, это федеральные компании, с ними можно договариваться, и это, условно говоря, удобный контрагент для экологического диалога. Он удобен еще по второй причине, так или иначе, крупные компании занимаются, как я уже говорил, внедрением новых технологий, они как и новая машина, вот если взять новый автомобиль, то он меньше выбрасывает сам по себе, так и новое оборудование, новый агрегат, они дают гораздо меньшую нагрузку. Плюс у наиболее ответственных компаний есть ряд программ, которые нацелены на то, чтобы снижать все это. Вот УКК они новые фильтры ставят у Омского НПЗ, тоже очень активное внедрение, и датчики, которые постоянно мониторят ситуацию и так далее. Поэтому я думаю, что за счет того, что снижение объективно происходит на наиболее крупных предприятиях, они-то 20% наберут свои, то есть они на 20% снизят, может быть, больше, чем на 20% наиболее крупные игроки до 2020 года, и у них до этого уже хороший результат есть. Вопрос в том, насколько удастся работать с менее управляемыми факторами, которыми нельзя управлять по звонку, с которыми нельзя просто взять и договориться, но с тем же транспортом, с тем же застройщиками, которых много, с частным сектором, который может топить чем попало в своих домах, и все это тоже выбрасывается. И если говорить о промышленности, то проблема, наверное, не с крупными предприятиями, а с серой зоной, это так называемый малый и средний бизнес, который подключается, условно говоря, подсоединяется к товарным потокам крупных предприятий, что-то тоже производит, какие-то вторичные переделы, какие-то пластики, какие-то химические вещества, это все небольшие производства, но они могут оказывать колоссальное воздействие, особенно суммарно. Вот работать с этой серой зоной, с малым и средним бизнесом, который где-то там тоже в пробзоне находится, но который очень слабо мониторится, вот это тоже очень сложная задача. Да, вот поэтому, ну что бы я сказал, да, вот здесь что хотелось бы. Будет всегда соблазн искать легкие решения и за счет 3-4 крупных игроков решить проблему 20% снижения и отрапортовать. Ну да, можно, грубо говоря, прийти в ТГК и сказать, давайте мы откажемся от угля, перейдем на газ, газ, это колоссальный эффект, допустим, и он что-то даст, и, соответственно, будет хорошая статистика. Вот, но здесь целый ряд социальных проблем возникает, потому что перевести на газ, это поднять тарифы для населения. Ну, условно, это неизбежно, потому что газ дороже. Газ дороже, плюс еще и инвестиционная составляющая, само власти перехода на газ, и все это дает достаточно серьезный эффект на население. А готово население оплатить? Ну, наши замеры показывают, что население крайне позитивно отнесется, если их кто-то другой заплатит. Собственных ресурсов население не видит и, как правило, не готово оплачивать вот такие сильные переходы. Ну, и там еще целый ряд следствий возникает, о которых можно долго рассказывать. Поэтому, что важно, это комплексность просто. Это уйти от каких-то простых решений, а работать со всеми секторами. Крупный бизнес сам по себе, малый и средний бизнес, особенно в промзоне, это второе. Транспорт, застройка, городское планирование, частный сектор. И вот так вот суммарно, если управлять этой политикой, как бы консолидированная, ну, наверное, да, проблема решаемая. В Омске она точно решаемая, мне кажется. Алексей Владимирович, спасибо за разговор. И вам спасибо за интересную беседу. А я напоминаю, с нами был Алексей Фирсов и к другим темам дня. Работа началась. Сегодня в региональной энергетической комиссии впервые собралась рабочая группа, которая пересчитает омский мусорный норматив. В нее вошли депутаты, общественники, чиновники и предприниматели. Уже доказано, что прежние замеры проводились с грубыми нарушениями и обозначенные 6 литров отходов на человека в сутки – это в несколько раз больше, чем на самом деле. Поэтому тариф такой непомерно высокий. И сегодня же специалисты Общероссийского народного фронта проверили работу регионального оператора – компании «Магнит». Поводом послужили обращения омичей. Каждый день на горячую линию поступают десятки звонков. Жалуются горожане на несвоевременный вывоз мусора и несанкционированные свалки. Подробности расскажем в следующих эфирах. К новостям политики. Стремительный взлет. Оксана Фадина улучшила свои позиции в медиарейтинге сибирских мэров. Сразу на пять позиций. Теперь омская градоначальница занимает вторую строчку. На первый – мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Тройку замыкает глава Красноярска Сергей Еремин. По мнению авторов исследования, на возросшую популярность Оксаны Фадиной повлиял прежде всего объезд городских территорий, на которых мэр резко критиковала главы кругов и высказывала свои планы по благоустройству общественных пространств. Также эксперты отметили инициативу омской градоначальницы по борьбе с незаконными киосками и острыми наконечниками школьных заборов. Кстати, сама Оксана Фадина активно поддерживает образ градоначальницы, которая не боится запачкать руки в прямом смысле слова. Именно поэтому она постоянно совершает рабочие поездки по городу, встречается с главами и общается с подчиненными. В своем аккаунте в Инстаграм мэр разместила шарш на себя с девизом «Сейчас разгребем». В комментариях Оксана Фадина утверждает, что делать город лучше и чище чужими руками – это не про нее, поскольку мэр, цитирую, «не белоручка», а еще иногда случается и упасть. Тише едешь, дальше будешь от того места, куда едешь. В России собираются ввести стандарты для скоростных трасс, а сам скоростной лимит поднять до 130 км в час. Правда, сейчас не так уж и много дорог первой категории, на которых можно поднимать скорость без опасений. Всего 12% от всех федеральных трасс. В высокий скоростной режим требует и высокого качества асфальтового покрытия. На шоссе не должно быть очагов аварийности, глубокой колеи. При этом во время снегопада и сильных дождей допустимая скорость все-таки будет ограничиваться. Новый ГОСТ планируется утвердить уже в августе. Напомню, что сейчас в правилах дорожного движения на автомагистралях ограничение скорости составляет 110 км в час, а для грузовиков – 90. Примечательно, что в странах Европы, где действуют участки с разрешенной скоростью 130 км в час, в последние годы наблюдается обратная тенденция к ограничению скорости. И на этом у меня все. Следите за развитием событий. Оставайтесь на телеканале РБК Омск. РБК Омск